Приветствую на моем канале Хотелось бы сегодня поговорить о такой вещи, как Печаль ради Господа Да, потому что, ну, говорят про радость, что надо радоваться И это здорово, когда ты радуешься Но радость это, как бы, последствия Некой такой печали, которая ради Господа Есть в Писании написана такая вещь, как сказано, очень интересно Значит, лучше быть в доме с кормом В доме скорби по умершему, нежели в доме плача или по умершему, да, нежели в шатрах веселья А потому что конец путь таков каждого человека, да, вот И при печали сердца лицо делается лучше Вот, я долго не мог понять, что значит это, да Что значит это, как это Ну, как, как Есть, знаешь, есть, когда люди плачут Плачут Это шрамы и шо Вот Нет, нормально, нормально все Вот Есть, значит Есть, значит, когда люди плачут из-за обиды Вот их обидели, они плачут И о такой скорби Павел пишет Это печаль к смерти Это печаль к смерти Нельзя предаваться такому виду печали То же самое есть радость Я не думаю, что якобы сатана со своими служителями не ржут, да, не смеются Ты знаешь, я видел в интернете, когда трагедия у людей происходила И над этой трагедией были уроды, которые ржали Им смешно У людей трагедия, а им смешно Я не думаю, что это радость от святого духа Понимаешь, и как бы нельзя на всю радость заподряд говорить, что это Бог тебя смешит Потому что, когда у людей скорбь, и ты при этом ржешь Это говорит о том, что ты дебил Вот То же самое с другой стороны Когда люди скорбят Потому что их обидели Это плохая скорбь Вот И она ведет к смерти, к внутреннему разрушению Психики сознания начинают неправильно функционировать То есть это неправильная скорбь Когда люди плачут Вот их обидели, а они начинают плакать Это не хороший плач Это не есть хорошо И здесь стоит над этим задуматься А стоит ли вообще обижаться А вот А не стерпеть ли, а не простить ли Вот Может быть маленько Можно поплакать перед Господом Боже, меня обидели и все такое Да, и с Богом решить этот вопрос Вот Но есть, знаешь, такая скорбь Плачь Когда Бог открывает тебе Сына Божьего распятого на Голгофском кресте Да, Он воскрес на третий день И это приносит радость Но если ты прежде начинаешь Прежде жертвы Сына Божьего Начинаешь думать о воскрешении И ты радоваться Немножко Чуть-чуть ты перепрыгнул Вперед Зайди назад Вот И начни размышлять о жертве Иисуса Христа И в этом контексте здесь Вот это место начинает работать Лучше жить Лучше быть в доме Плачать Поумершему Что за дом? Это дом Божий Это дети Божьи Которые плачут по умершему По кому? По Ишо Хамашеху Который был распятый Когда ты Внутренно Представляешь перед собой Распятого Ишо Когда Тебя Понимаешь Когда ты видишь Что он Взял Твой крест Он взял твой крест Он несет твой крест На нем раны Его избили Это твои раны Это удары Которые были Должны были По тебе быть нанесены Это удары Которые были По тебе нанесены Это твоя жизнь Которую он Нес на себе Этот крест И когда ты Осознаешь Начинаешь сокрушаться И говоришь Бог Какой ты Классный Какая Благодарность У меня К тебе Что ты Понес Мой крест Ты начинаешь Обливаться Слезами Я не буду Сейчас Слезами Обливаться Потому что Да Меня сейчас Прет Но Как бы Слезами Сейчас Обливаться Не буду Но Я не говорю Что это Это хорошо Я сам Часто Обливаюсь Слезами Но Это перед Богом Я не хочу Это делать Сейчас Перед тобой Зачем тебе Это надо Вот И Ты обливаешься Слезами Ты плачешь Перед Господом Ты Ты в уединении Он тебе Эти вещи Открывает И ты Сокрушаешься Он сокрушает Твое сердце Он говорит Посмотри Посмотри На моего сына Посмотри На Иисуса Христа Он был распят И он За тебя Распят И ты сокрушаешься И ты Весь в слезах И соплях Понимаешь Лучше быть В доме Плача По умершему И он умирает На кресте И ты все это видишь И это Ты Был на кресте Он Срывает В тебя Твою ветхую Пусть Дух Святой Прямо сейчас Именем Ешоха Машеха Даст тебе Это осознание Чтобы ты осознал Это И увидел Увидел Эту жертву И просто Оказался На какое-то время В скорбном состоянии Твоего Духа От Святого Духа Пусть придет Прямо сейчас На тебя Скорб Святого Духа С осознанием Того Что произошло На Голгофском кресте Пусть он Пусть он Даст тебе Это Сознание Пусть он Даст тебе Это Понимание Пусть он Даст тебе Это Прочувствовать Увидеть это Увидеть это Увидеть это Внутри себя Представить Эту картинку Как он идет По Виадолоросам Как он Несет Крест Увидеть Что он Твой крест Несет Не деревянный крест Он крест Твоей жизни Твою вину Твою ответственность Твои грехи Твои косяки Он берет На себя Прямо сейчас Он берет Их на себя Именем Ишоха Машель Он берет Их на себя И он Несет Их Просто Увидеть это Просто Увидеть это Просто Увидеть это Просто Увидеть это Если ты сейчас Плачешь Не переживай Я тебя не вижу Поэтому Можешь плакать Именем Ишоха Машель Но ты должен Пережить это Состояние Состояние Осознанности Вот этой Вот скорби Которая была На Голдовском Кресте Ты должен Прочувствовать Внутри себя Ощутить Мира Внутри себя Внутри себя